Добрый вечер! В эфире 12 канала новости в студии Константин Лондон. Главное сегодня. На дорогах день жестянщика, в травмпунктах горячая пора. Крилов в типичном месте. После дождя синоптики обещают серьезное похолодание. Гололед на городских улицах только начинается. Расскажем, как оказать первую помощь пострадавшим. В омских больницах открывают новые красные зоны. А в театры и фитнес-центры теперь не попадешь без QR-кода. Предприимчивые амичи решили воспользоваться ситуацией. QR-кода печатаются на 3D принтере. Сколько времени занимает проверка QR-кода и хватает ли мест в больницах для ковидных пациентов? Выборы мэра могут провести позже запланированного. На пост градоначальника уже заявились почти полтора десятка человек. Почему кандидаты просят перенести сроки подачи документов? Классика советского кинематографа и хоккейные поединки. 12 канал не даст скучать дома в предстоящие праздничные выходные. Мы подумали о наших зрителях. Расскажем, что посмотреть. И на всем пути будут спасительные подсказки. Вы сможете позвонить на номер 112. В омских лесах заблудиться теперь непросто. Кто устанавливает указатели и есть ли от них польза? Вести в регионе локдаун. С таким требованием главный санитарный врач Александр Крига выступит завтра на внеочередном заседании оперативного штаба. Оно назначено на 16 часов. В распоряжении омских СМИ появился документ за подписью главы Роспотребнадзора. Среди пунктов закрытие всех торговых центров, ресторанов, кафе и учреждений дополнительного образования, спортивных секций и спортивных школ для детей на период нерабочих дней, то есть до 7 ноября. Такие жесткие меры Александра Крига объясняет резким скачком новых случаев коронавируса. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 534 человек. Ведут ли в регионе локдаун, станет известно уже завтра. Как обычно, в правительстве будет работать наша съемочная группа. О принятых решениях расскажем в новостях, а также на сайте и в соцсетях 12 канала. Между тем, в Омске для лечения коронавирусных больных перепрофилируют еще две больницы. Такое решение приняли в областном Минздраве из-за всплеска заболеваемости. Выходный регион преодолел очередную психологическую отметку в 500 заразившихся за сутки. Лечить больных отныне будут в 9-й городской больнице. Там развернули 70 дополнительных коек. Еще 80 появились в кожвен-диспансере. В учреждении на первом этаже продолжат оказывать профильную помощь. Остальные помещения закрыли специальными шлюзами. Добавлю, для борьбы с инфекцией в Омске уже перепрофилированы 4-я и 7-я медсанчасти, 5-й роддом, 4-й противотуберкулезный диспансер и 7-я городская больница. Омские учреждения культуры и фитнес-центры начали работать по-новому. Теперь сюда пускают только при наличии QR-кодов, которые подтверждают факты вакцинации или перенесенный ковид. Альтернатива – справка о медотводе и отрицательный ПЦР-тест. Испытали нововведения в Омском академическом театре драмы. Здесь заранее закупили сканеры. Процедура проверки кода занимает всего несколько секунд. Если сертификат недействительен, это отобразится на экране. Контролировали процесс специалисты Роспотребнадзора. Эксперты отметили, работа организована правильно, неудобств для зрителей нет. Кстати, распечатать QR-код омичи могут в любом многофункциональном центре. Для того, чтобы обзавестись бумажным вариантом электронного пропуска, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Войти в нее можно на гостевом компьютере любого МФЦ. И уже через пару секунд распечатать код специалисты центров в случае необходимости помогут. С 1 по 3 ноября мы принимаем исключительно по предварительной записи. 4 ноября праздничный выходной день. С 5 по 7 ноября МФЦ не ведут прием по предоставлению услуг. Однако распечатать QR-код можно будет в них также по режиму работы того или иного офиса. Режим работы можно уточнить на нашем сайте. Без столунов, без очереди я подошла, села за компьютером, вошла в личный кабинет на госуслуги, распечатала сертификат и получила его в бумажном виде. Сложности нет. Услуга, к слову, оказалась крайне востребованной ежедневно. QR-коды в многофункциональных центрах распечатывают до 500 человек. Специалисты МФЦ обращают внимание, чтобы никто не получил доступ к личным данным, после печати QR-кода пользователю необходимо выйти из учетной записи госуслуг. Креативные решения для QR-кодов уже нашли омские предприниматели. Делают стильные аксессуары. Чтобы не носить с собой распечатанный на бумаге вариант или не открывать код в приложении на телефоне, цифровой пропуск печатают на брошах. Линию по производству необычных аксессуаров запустила Анастасия. Девушка с командой занимается изготовлением деревянной продукции на лазерном станке. Код выжигается точно и без проблем. Читается любым сканером. Я увидела в инстаграме, как QR-кода печатаются на 3D-принтере и решила, что мы можем это сделать у нас на производстве. Следующим этапом мы будем печатать на брюке. Вот на таком. То есть можно повешать на ключи и всегда взять с собой, потому что ключи у нас постоянно в кармане или в сумочке. На создание аксессуара в среднем уходит 20 минут. Для изготовления необходимо распечатать или же переслать электронный вариант QR-кода. Специалисты сделают шаблон, подготовят фанеру необходимого размера. Лазер нанесет изображение автоматически. После заготовку шлифуют и делают крепление, чтобы брошь можно было зафиксировать на одежде или рюкзаке. К другим новостям. Усилить контроль за состоянием дорог в период праздников такое распоряжение коммунальным службам сегодня дал губернатор Александр Бурков. По прогнозам синоптиков в Омске области ожидаются перепады температуры, поэтому на магистралях возможно гололедица. Чтобы избежать аварии, отметил глава региона, дороги необходимо расчищать и посыпать смесью песка и соли или реагентами. Чтобы у нас такой период еще плавания температуры с плюс-минус и при наличии снежного покрова проблем на дорогах не было. Чтобы все были в полной готовности в праздничные дни. И жесткий контроль за дорогами. По данным областного Минстроя, уже заготовлено 2500 тонн специальных реагентов. Это больше 60% от годового объема. Кроме того, готовы к работе дежурные автомобили для прометания дороги. Организовано круглосуточное дежурство. За ситуацией на магистралях следит и городское управление дорожного хозяйства и благоустройство. Работают бригады в несколько смен. Только в выходные использовали больше тысячи килограммов противогололедных материалов на дороге. Особое внимание уделили тем, по которым курсирует общественный транспорт. Не обошли стороной мосты, путепроводы, посадочные площадки остановок. Заездные карманы и подходы к пешеходным переходам. Сегодня в ночь техника должна промести омские дороги. А уже завтра, вероятно, в Омске случится день жестянщика. Ночью синоптики прогнозируют похолодание до минус 10. После сегодняшнего дождя дороги покроются редяной коркой. В среду при прояснении будет и вовсе до минус 20. Морозы накроют в том числе Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и Алтайский край. Упал очнулся гипс. Начало зимнего сезона традиционно сопровождается всплеском травм. У врачей есть даже своеобразный рейтинг самых распространенных повреждений. Так в топ-3 переломы кистей рук, лодыжек и ключицы. Очень важно, как можно быстрее обратиться за помощью к профессионалам. Но помочь могут и неравнодушные прохожие. Как правильно оказать первую помощь пострадавшему до приезда скорой? Ангелина Рунова подготовила инструкцию к применению. Лабиринты травмпункта Александр уже успел изучить вдоль и поперек. Прием не первый и не последний. А мич в прямом смысле пал жертвой гололеда. И теперь мучается с ногой. Вот вы пальцы держите, на самом деле, вот здесь вот больно. Травмы позвоночника, плеч, кистей, бедер, голени и голеностопов. Топ-6 стандартных жалоб пешеходов, упавших на покрытый ледяной коркой асфальт. Травмы лодыжек и лучезапясного сустава, потому что люди падают либо на вытянутую руку, либо так, либо так. Соответственно, всегда ломается, даже называется перелом в типичном месте, потому что всегда ломается именно он. И это лодыжки, потому что ноги подворачиваются, либо именно на них падают. Для пациентов события разворачиваются стремительно. Поскользнулся, упал, очнулся, гипс. Для врачей и прохожих это борьба. Повреждение связок – самые типичные травмы. Разрывы сухожилий, мышцы и нарастающие на глазах отек могут привести к анемению. Врачи уверяют, восьмеобразная повязка поможет избежать тяжелых последствий. Не менее опасны и открытые раны. Надо ли пытаться промыть рану водой? Нет. Ни в коем случае сюда не заливать спиртовые растворы, потому что здесь могут находиться сосуды и нервы. А если на нерв попадет спиртовой раствор, то он погибнет. Выход – повязка. Смысл этой повязки заключается в том, чтобы до момента первичной хирургической обработки в условиях стационара эта рана была укрыта. То есть вот, рана есть, мы ее укрываем и дальше бинтуем. Если бинт закончился, зафиксируют повязку платок или ремень. Труднее с переломами. Повреждения бедер, голени и лодыжек крайне болезненны. Страдание потерпевшего облегчит шина. Без фиксации мягкие ткани, артерии, нервы и сосуды повредят обломки костей. В полевых условиях подойдут плотный картон, палки и лыжи. Любой жесткий предмет. Врачи подсказывают, поврежденную ногу можно и примотать к здоровой. То есть мы фиксируем выше и ниже зоны патологической подвижности подручными средствами. Распространены травмы головы. Задарможенная реакция, головокружение, шум в ушах, признаки сотрясения. Возможны потери сознания. В этом случае спасение человека в сердечно-легочной реанимации. Для того, чтобы эффективно произвести сердечно-легочную реанимацию, прежде всего нужно плотно прижаться к нашему пострадавшему ногами, чтобы зафиксировать положение тела. После найти реберную дугу, подняться до сочленения двух реберных дуг, приложить два пальца, это будет равнозначно двум сантиметрам, и на это место, сложив руки в замок, давить, производя 30 компрессий. Однако давить нужно прямыми руками и для большей эффективности целиком нависнуть над пострадавшим, потому что спина всегда сильнее, чем руки. Схема – два вдоха и 30 нажатий. Искусственное дыхание врачи рекомендуют делать только через платок. Это либо салфетка для обработки рук, либо платок, либо это еще какой-то материал, который, если намокает биологической жидкостью, либо вашей, либо этого пациента, то бишь слюной, надо сразу менять эту часть материала, которая мокрая. Это ахилля совопита, как раз в безопасности человека, который проводит данную манипуляцию. Почему? Потому что он может получить все, что есть у этого человека. Реанимировать пострадавшего нужно до приезда врачей и помнить – от качества этих действий зависит человеческая жизнь. Ангелина Рунова, Виктор Осинцев, Сергей Гаврилов, 12 канал. У потенциальных кандидатов на пост мэра Омска остается всего несколько дней на то, чтобы подать документы в комиссию по отбору. Принимать их в канцелярии горсовета будут 2, 3 и 8 ноября. В праздничные дни заявиться не получится. На сегодняшний день на вакантную должность претендует 14 человек. Но не каждый из них предоставил все необходимые бумаги. Так, в управление губернатора по профилактике коррупционных правонарушений, где нужно подтвердить справки о доходах и расходах, до сих пор не обратился ни один из кандидатов. Зато многие уже предоставили в комиссию программы по развитию города, хотя для самой регистрации это не обязательно. О своем видении будущего Омска претенденты расскажут во время очной встречи 13 ноября. Именно в оставшиеся дни члены комиссии ожидают заявок от кандидатов, чьи фамилии на слуху у Амичей. Напомню, среди заявившихся на пост мэра бухгалтер, психолог, как и директор спортшколы, депутат сельского совета. Заседание комиссии горсовета намечено на 9 ноября. Конкурсные отборы и собеседования с кандидатами должны состояться 13 ноября. Между тем, в комиссию все чаще обращаются мячи с просьбой перенести сроки рассмотрения заявок. Люди ссылаются на сложности с получением справок из-за пандемии, пока этот вопрос остается открытым. Мы находимся в стране. Первая серия в эфире 4 ноября в полдень. Мы подумали о наших зрителях. Мы знаем, что в Омске и в Омской области очень любят кинороман «Вечный зов». Поэтому в дневную линейку эфира я поставила все серии с 1 по 19. Также сделали вечернюю линейку акцент тоже на фильмы полюбившиеся и старые. Это «Забытая мелодия для флейты», «Критцерва соната». И в субботу 6 ноября в 20.30 у нас еще будет показ «Большая перемена». То есть «Советский старый полюбившийся фильм» все эти 4 серии подряд. Для любителей омского хоккея 4 ноября в 20.15 вылет новый выпуск программы «Овертайм». 5 ноября – прямая трансляция матча «Авангард Салават Юлаев». Начало в 17.15 по омскому времени. В перерывах о главных спортивных событиях региона расскажут ведущие «Большой тройки». Ну а 7 ноября – очередной хоккейный матч. В прямом эфире покажем «Битву Авангарда» и «Московского Динамо». Тем временем сайт 12-го канала совершил резкий скачок в рейтинге «Лайф-интернет». В минувшую пятницу наша интернет-платформа стала второй в топе региональных СМИ. Сайт посетили больше 18 тысяч мячей. Это не случайно, отмечают сотрудники интернет-редакции. Кроме оперативных проверенных новостей на сайте 12-й канал.ру можно получить советы специалистов, пройти тесты и опросы узнать истории простых жителей. К слову, посещаемость сайта существенно выросла. За последний год параллельно растут и группы 12-го канала в соцсетях. Сейчас редакция активно осваивает ТикТок. Всего за несколько месяцев мы уже набрали больше миллиона просмотров и больше 8 тысяч постоянных читателей и зрителей. И смотрите во второй части выпуска. За 30 тысяч едва не поплатился жизнью. Грабителя в Омске остановила машина. Подробности кражи, которая могла закончиться трагедией. На всем пути будут спасительные подсказки. Вы сможете позвонить на номер 112. В омских лесах заблудиться теперь непросто. Кто устанавливает указатели и есть ли от них польза. И Достоевский.Омск.12 канал завершил съемки автоквеста. Впервые такая игра связанная с историей Омска с Достоевским. Куда участников привели задание и чем удивили организаторы, приоткроем завесу тайн. Пятые сутки в реанимации. Врачи продолжают лечить вора, рисковавшего жизнью ради планшета. Инцидент, напомню, произошел в конце прошлой недели. 25-летняя МИЧ вооружился антикражным устройством. Вошел в магазин на 6-й станционной и на глазах у сотрудников и покупателей. Похитил с витрины планшетный компьютер стоимостью 30 тысяч рублей. За преступником бросились продавцы. Уходя от преследования, молодой человек выбежал на дорогу и угодил под колеса Фольксвагена. Момент ДТП попал на видеорегистраторы, проезжающих мимо авто. Сбитый автомобилем мужчина был доставлен в БСМП номер один. У него были диагностированы тяжелая черепно-мозговая травма, перелом голени. Пациент был госпитализирован в реанимацию. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Похищенное устройство полицейские вернули в магазин. В госавтоинспекции заверили водителя. Сбившего преступника не накажут. А вот горе-грабителю придется ответить сразу по двум статьям. На мяча завели уголовное дело и административное. За несоблюдение правил дорожного движения злоумышленник должен будет заплатить штраф в 500 рублей. И вновь к теме коронавируса. Предъявите посадочный и маску. Региональный Роспотребнадзор провел рейд в Омском аэропорту. Средства защиты проверяли у пассажиров, сотрудников службы безопасности и даже продавцов. Последние, кстати, оказались главными нарушителями. На них составили шесть протоколов. Рассчитываться за антимасочников придется арендаторам. Штрафы грозят серьезные. От 100 до 500 тысяч рублей. Не соблюдает режим, как показала проверка, и на железнодорожном вокзале. Тем временем в общественном транспорте из-за масок, точнее их отсутствия, разгораются конфликты в Омске. Нарушитель масочного режима устроил драку с водителем троллейбуса. Инцидент на остановке «19-я рабочая» произошел в конце прошлой недели и попал на камеры очевидцев. Видео разлетелось по соцсетям. В кадре хулиган с кулаками бросается на водителя. Разнять оппонентов пытаются пассажиры. Они вызвали полицию. Но нетрезвый омич успел скрыться до их приезда. Сейчас он в розыске. Что касается шофера, он отделался ушибами и ссадинами. Забота о здоровье сотрудников и клиентов. Все больше омичей получают два дополнительных выходных за участие в прививочной кампании. Пойти на такие меры предпринимателям предложил президент Владимир Путин. Рекомендации дали и в правительстве Омской области. Дополнительные выходные можно использовать для адаптации после прививки. Если препарат двухкомпонентный, остаться дома можно будет после каждого этапа. Но это зависит от решения начальника. При этом на заработной плате это не отразится. Хочется все-таки безопасности для своих сотрудников, для наших клиентов. Потому что мы убираем в дома клиентов. Два выходных дополнительных за вакцину – это хорошая возможность восстановиться сотруднику, прийти в себя. А я как работодатель буду уверена в том, что сотрудники мои дальше не заболеют, не понесут заразу. И будет качественно выполнена работа, не останавливаться рабочий процесс. Если работодатели предоставляют выходные, сотруднику необходимо взять у врача справку о вакцинации или подтвердить ее через личный кабинет на портале госуслуг, а также написать заявление. Добавлю, что в период нерабочих дней до 8 ноября поставить прививку можно в торговых центрах «Мега», «Континент» и «Каскад», а также в гипермаркете «Окей» на улице энтузиастов и в других комплексах. Заблудился в лесах под Омском? Будет сложнее. Сориентироваться на местности помогут специальные таблички, которые подскажут верные направления и предостерегут об опасности, например, что рядом болото. Устанавливают указатели волонтеры Доброспаса в рамках всероссийского проекта «Стрелки». Инициативу поддержали фонд президентских грантов и Министерство региональной политики и массовой коммуникации региона. Из подгородки передает Денис Жарков. В окрестностях подгородки поисковики сейчас ищут не людей, а деревья, подходящие для того, чтобы прибить к ним указатели. Таблички должны быть видны издалека. Размещают их там, где, скорее всего, будет проходить заплутавший человек. Эту прибили рядом с дорогой. Подскажет, в какую сторону двигаться, чтобы выйти к деревне. Если человек устал и идти уже не может, нужно звонить по номеру 112. Даже если у вас не будет связи, сим-карты не будет, вы сможете позвонить на номер 112, сказать, что потерялись. Ну, то есть, опять же, где потерялись район, подгородка, назвать номер таблички. Специалисты со 112 уже передадут эту информацию нам, и мы уже приедем, найдем человека. Для нас это уже не будет проблем, потому что все координаты табличек у нас вбиты в программу. Схема хорошо себя зарекомендовала в Ленинградской области. Этим летом помощи под указателями дожидалось небывалое количество бабушек, любительниц тихой охоты. Омские поисковики присоединились к проекту «Стрелки». В конце 2020-го с десяток табличек прибили в окрестностях Дачного. В прошлом году Доброспас выезжал туда на поиски 8 раз. В этом ни одного вызова. Так что изготовили еще 100 указателей. Ставят их в местах, где чаще всего теряются люди. Это живописные леса в окрестностях поселков Подомском, Подгородки, Хвойного и все того же Дачного. Главная ошибка многих заблудившихся – паника, говорят волонтеры. Поддаваться и нельзя. Важно взять себя в руки и включить голову. Нужно постараться сориентироваться в пространстве и вспомнить, откуда он пришел, из какой стороны. И стараться двигаться в эту сторону при обнаружении определенных ориентиров, таких как дороги, линии высоковольтных передач, ручьи, реки. Идти по ним и все равно выйдешь к людям. С указателями выйти к людям станет гораздо проще. В первую очередь Доброспас планирует охватить Омский район, а в дальнейшем Стрелки появится и в других. Прежде всего Муромцевском, Любинском и Называевском. Из этих районов часто приходят сигналы о пропавших людях. Денис Жарков, Дмитрий Алдогепченко, 12 канал. Омск в ребенке великого классика. Съемочная группа 12 канала завершила съемки уникального литературного автоквеста «Достоевский.Омск». Сразу несколько городских локаций воссоздали эпоху писателя. Так, одно из зданий привело участников на Омский подром. Команды встречала девушка знатного рода верхом на коне. А на трибунах детали нового испытания представил главный герой романа «Преступление и наказание раскольников». Кстати, многие известные образы примерили на себя сотрудники нашего холдинга. Съемки заняли практически весь рабочий день. Поколесить участникам пришлось по всему городу. Каждый шаг под прицелом телекамер. Все это войдет в телевизионную версию автоквеста. Его, напомню, 12 канал организовал в партнерстве с кинокомпанией «Омскфильм» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Боролись за победу три команды. Среди известных омичей засветились министр образования региона Триана Дернова, дирижер омского симфонического Дмитрий Васильев, балерина Нина Малеренко, футболист Артур Шлиермахер и художник Сергей Сачивко. В команду телезрителей вошли победители творческого конкурса, а в команду журналистов – представители омских СМИ. Это было здорово, очень динамично. Большой тур организаторов, которые подготовили, и артистов, которые были с большим количеством интересных костюмов, и придумали очень классные сценки. Я давно играл в разные квесты, даже еще в «Энкаунтер» лет 15 назад, но впервые такая игра, связанная с историей Омска, с Достоевским, и это было действительно здорово, классно. Какие еще локации стали местом съемок и кто победил в автоквесте «Достоевский.Омск» в телевизионную версию смотрите в эфире 12 канала 11 ноября в день рождения великого писателя. Продолжается еще один проект 12 канала «Наш Достоевский» в акции. Сегодня принял участие министр сельского хозяйства региона Николай Дрофан, который выбрал строки из записных книжек Достоевского. Напомню, проект «Наш Телеканал» запустил вместе с Министерством культуры Омска области к 200-летию Федора Михайловича. Открыла акцию глава региона. Александр Бурков прочел отрывок из записок из «Мертвого дома». За несколько дней участие в нашем Достоевском приняли многие известные мячи и представители областного правительства. Продолжаем выпуск с надеждой на реванш. Уже сегодня «Авангард» вновь сразится с «Акбарсом». Ястребы по-прежнему на шестой строчке Восточной конференции. Команды идут вровень по потерянным очкам. Наш соперник провел на три игры больше. Неудачным для «Акбарса» стал выезд на Урал. Смогут ли мячи продлить серию поражений казанцев? Узнаем вечером. Прямая трансляция матча «Акбарс-Авангард» начнется в 21.45 по омскому времени. Чего ждать болельщикам от этой встречи, расскажет Максим Гречанин. Как показала практика матча «Акбарса» с трактором, оборону казанцев можно не только взламывать, но и обыгрывать. Свой микроматч в той встрече провалила полностью вторая пятерка «Казани». Тарасов и Воронков заработали по минус 2, Петров, Адамчук и Лямкин по минус 3. И вот как раз Никита Лямкин, это, пожалуй, то самое слабое звено, которое может «Авангард» сегодня разорвать, потому что Лямкин в тех матчах, которые «Акбарс» проиграл в этом чемпионате, заработал показатель полезности минус 12. А вообще он у него самый худший среди всех игроков «Акбарса» минус 9. Габаритный защитник, и Квартальнов, конечно, ошибся, поставив его в одну связку вместе с Адамчуком, который тоже имеет вес под 100 килограммов. И вот как раз эту связку игроков обороны трактор за счет своих скоростных нападающих взламывал и забрасывал одну за другую шайбу в ворота и в домик Игоря Бабкова, который поменял уже на третьей минуте встречи первого вратаря Тимура Белялова. И естественно, что сегодня подобных результатов, подобных цифр 5-0 в пользу «Авангарда» мы не увидим, потому что, во-первых, «Авангард» это слишком хороший раздражитель для «Акбарса», чтобы играть вот так вальяжно, вальготно, да еще и при своих трибунах. Ну а во-вторых, естественно, Дмитрий Квартальнов со своими помощниками проведет и уже провел наверняка работу над ошибками после разгрома в Челябинске. И будет сегодня команда Квартального рвать и метать и стараться реабилитироваться за то поражение. Ястребы понесли потери и Иван Телегин, как вы уже знаете, не поехал вместе с командой на выезд. Но и у «Акбарса» есть своя потеря. Один из ключевых игроков, один из ключевых центральных нападающих, Дмитрий Воронков, получил дисквалификацию на сегодняшнюю встречу из-за того, что подрался в матче с «Трактором» с капитаном Челябинцев Сергеем Калининым. Это была вторая драка Воронкова в этом сезоне. Соответственно, автоматически он получает дисквалификацию. Если посмотреть на календарь «Авангарда» в ноябре, то это очень важный месяц со стратегической точки зрения, потому что 11 из 13 матчей ястребы проведут с командами из своей конференции. И, естественно, здесь нужно стараться брать как можно больше очков в каждом матче, потому что в этом сезоне уже не действует правило, когда лидер своего дивизиона идет на первом либо на втором месте в конференции. Сейчас места разделяются по количеству набранных очков. Поэтому нам нужно биться не только с Салаватом, Кунь-Луним, Адмиралом или Амуром, как представителями дивизиона Чернышева, но еще и с командами из дивизиона Харламова. А это магнитка трактора «Автомобилисты Акбарс». И вот как раз они идут на местах с первого по пятого. И, естественно, вот эту преграду нам нужно преодолевать, чтобы оказаться как можно выше в таблице. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Автобусом в Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Павлодар, Семипалатинск, Экибастуз, Караганду. Бронь билетов по телефону 518-818. Покупать любимые и полезные продукты и выиграть автомобиль. Такой подарок получила омская многодетная семья, которая приняла участие в розыгрыше от компании «Сибирские колбасы». Акцию производитель провел вместе с хоккейным клубом «Авангард» в честь грандиозной победы команды на чемпионате Кубка Гагарина. В течение трех месяцев жители региона регистрировали промокоды с упаковок колбасных изделий и получали призы. Главной наградой стал автомобиль «Шкода Рапид». Подробности в сюжете. Для многих омичей вкус «Сибирских колбас» уже давно стал любимым. Это и стало поводом провести акцию и порадовать своих покупателей подарками. Еще одна причина – победа «Авангарда» в чемпионате Кубка Гагарина. За все время участие в акции приняли более 15,5 тысяч человек. Было разыграно более 400 подарков. Главный приз – новый автомобиль «Шкода Рапид». В этом году хоккеисты подарили нам долгожданную победу. Мы решили поддержать и подарить много новых побед и провели в истории компании самую большую акцию. Спасибо всем, кто участвовал в акции «Голодный до побед». Надеюсь, омичам и фанатам клуба понравился не только главный приз, но и качество продукции «Сибирские колбасы». Обладателем новой машины стала семья Рябушкиных. Омичи, признаются, не ожидали, что получат автомобиль. Я участвовала в розыгрыше призов от компании «Сибирские колбасы». И мне посчастливилось выиграть главный приз – автомобиль. Мы очень рады и счастливы. Выражаем огромную благодарность компании, желаем им процветания, успехов. И благодарим за такой шикарный подарок. Теперь каждый завтрак, обед и ужин, праздник или пикник в семье Рябушкиных продукция «Сибирских колбас» будет дополнять еще чаще. Спонсор прогноза погоды ИП «Ефременко» Роман Андреевич, Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов». Мед – свежего урожая с лучших пасек страны. Завтра, 2 ноября в Омске пасмурно, снег. Температура воздуха ночью до минус 5, днем минус 1,3. В районах переменная облачность ночью похолодает до минус 14, и в дневные часы 9-12 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ярмарка меда в Омске с 28 октября по 7 ноября. Мед свежего урожая с имбирем, пергой и восковой молью, бортевой. Ждем вас в торговом центре «Корона», остановка ДК имени Баранова, в ДК имени Молунцева и в ДК Рубин. Акция. При покупке 1 килограмма меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок. Такова картина дня в Омске. Всего вам доброго и до встречи на 12 канале. Редактор субтитров А.Семкин